МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в летний период, в сезон пикового спроса, к ним добавятся еще три поезда сезонного обращения. Изменится сеть маршрутов в направлении Нижний Тагил-Москва. Вместо фирменного поезда Малахит с сообщением Екатеринбург-Москва жители Нижнего Тагила смогут совершать поездку на фирменном поезде Ямал с сообщением Москва-Новой Уеренгой. От Перми до Екатеринбурга поезд пойдет через станции Чусовская и Нижний Тагил. У жителей Севера Свердловской области и прилегающих территорий появится прямое сообщение с Черноморским побережьем. Маршрут летнего поезда Екатеринбург-Новороссийск будет удлинен до Приобья. В пригородном сообщении на Свердловской железной дороге будет назначено 378 поездов, из них 32 поезда летние. В целом на сети железных дорог, согласно новому графику, будет курсировать 558 пар пассажирских поездов дальнего следования в 405 различных сообщениях. Кроме того, в рамках проведения в России Чемпионата мира по футболу между городами проведения матчей будет пущено более 500 специальных поездов. На новогодние праздники и зимние школьные каникулы будут назначены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Казань и Санкт-Петербург. В обоих направлениях составы будут отправляться удобным расписанием во второй половине дня. В целом по стране на новогодние и рождественские каникулы будет назначено свыше 500 дополнительных рейсов поездов дальнего следования. В случае повышенного спроса на ряде направлений РЖД может увеличить количество дополнительных поездов либо добавить вагоны в уже назначенные составы. На Свердловской железной дороге подведены итоги ежегодной кампании по ремонту и обновлению пути. В этом году всеми видами ремонта обновлено 473 километра пути, что на 126 километров больше, чем в 2016 году. Заменено 213 стрелочных переводов. Проведен ремонт металлических мостов в Пермском, Сургутском и Тюменском регионах. Все эти меры позволили повысить надежность инфраструктуры и скорость движения поездов. По программе модернизации уложено почти 200 километров безстыкового пути. Такой путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезд по нему движется практически бесшумно. На данный момент протяженность безстыкового пути на СВЖД составляет почти 6000 километров или 61% от главных путей. Во время путевых работ для увеличения пропускной способности магистрали пассажирские и грузовые составы курсировали по специально разработанным графикам. Они позволяют регулировать движение и не допускать сбоев в перевозочном процессе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спешка и невнимательность водителей при пересечении железнодорожных переездов могут иметь трагические последствия. В сентябре в результате нарушения правил дорожного движения водителям грузового автомобиля на переезде в ХМАУ произошло столкновение с пассажирским поездом «Адлер-Нижневартовск». В результате пострадали пассажиры поезда. Два человека скончались в больнице. Это у нас знак стоп, перед которым нужно остановиться. Это у нас знак железнодорожный переезд. Какое? Это у нас без шлафаума. Железнодорожники считают важным привить будущим водителям культуру безопасного вождения буквально с учебной скамьи. Поэтому сотрудники Свердловской магистрали приходят в автошколы и проводят специальные занятия. Про железнодорожных переездов это у них заложено. Такую программу не проходят. Сидят, кивают, воспринимают. А я им говорю, что вы пошли учиться в школу не для того, чтобы в машине слушать музыку. Вы должны это сейчас учитывать, что движение на дороге – это не веселая жизнь. Дежурные по переездам на Свердловской магистрали ежедневно фиксируют такие нарушения, как проезд автомобиля на Красный, объезд закрытых шлагбаумов и обгон на переезде. С начала года набралось более 1200 подобных случаев. Начинающие, как первый класс пришли, буквально изучаете, внимательно слушаете. И помните, дорога ошибок не прощает. Как представлена возможность учиться в автошколе, изучаете правила и параллельная ответственность за нарушения. Время было дало, учили правильно, не выучились, права отдали на сохранение в ГАИ. Этой осенью после ряда смертельных ДТП, когда водители, игнорируя правила, оказывались на переезде на пути движения поезда, РЖД потребовали ужесточить наказание для нарушителей. Госдума и Ространснадзор инициативу поддержали. Компания «Российские железнодороги» также инициирует внесение изменений в действующее законодательство об административных правонарушениях в части увеличения штрафа за нарушение правил дорожного движения при выезде на РЖД-переезд при запрещающих показаниях. Законопроект об увеличении с одной до пяти тысяч рублей штрафов для водителей уже разработан и передан в правительство. Что, в свою очередь, делают работники СВЖД, чтобы места пересечения автомобильных и железных дорог не становились местами происшествий? Проводят модернизацию переездов, оборудуют их современными предупредительными и заградительными устройствами. В текущем году на эти цели направлено 36 миллионов рублей. Но важно понимать, что ни устройство заграждения, ни светофор, ни дежурный не спасут, если водитель будет пренебрегать здравым смыслом. На переездах Свердловской дороги во всех регионах проводятся совместные рейды железнодорожников и сотрудников ГИБДД названием «Останови нарушителя». Участники рейдов фиксируют нарушения при пересечении автотранспортом железнодорожных путей, останавливают нарушителей и оформляют соответствующие документы, проводят профилактические беседы. Железнодорожники надеются, что водители, как настоящие профи, всегда будут беречь себя и свой автомобиль и никогда не нарушат правила на переезде. На днях в Екатеринбурге прошел конкурс «Суперводитель-2017». Для его участников СВЖД подготовило особое задание и памятные сувениры. Я желаю всем водителям, кто пересекает железнодорожные пути, быть внимательными, быть осторожными, смотреть на знаки дорожного движения, особенно при пересечении железнодорожных путей. Лучше перестраховаться, никуда не торопиться. Говорят, тише едешь, дальше будешь. Уважаемые водители, соблюдайте правила проезда ЖД переездов, не подвергайте опасности себя, своих пассажиров, но и также пассажиров поезда. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь в одном мгновении. Будьте внимательны на железнодорожных переездах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова